Моя семья, крестьяне, тоже ходили в церковь, и в процессе изучения Библии, каких-то источников, я пришёл к тому, что я больше склоняюсь к атеизму, что мир устроен, как устроен, ну и нет Бога. Нет Бога, а ты подойди к зеркалу, посмотри на себя и скажи, я имею память, у меня есть совесть. И дальше, скажи разум, а как природа не имеет нигде больше, откуда оно взяло в человеке? Ну а почему вы считаете, что природа не имеет? Ну вот, например, деревья, они тоже растут, развиваются, живут. Да никто про деревья не говорит, что живёт, спилили, сожгли, всё. Это выдумка. Атеист, атео, я понимаю, атео означает против Бога. Бога нету, а он против идёт. То есть дурнее атеизма ничего нету. Безбожник это, понятно, погибший. Верующий в Сына Божьего Христа иметь жизнь вечную, неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Нет, я вот, я это читал, что я с вами не спорю, что такое написано. Но просто вы понимаете, что, ну, честно говоря, вот, как я это, я не могу понять, почему вот многие люди приходят как-то к тому, что вот есть Бог. И если нет Бога, нет сенсов жизни. Я почему-то пришёл к другой стороне, что вот сенс жизни в том, что нас окружает, и жизнь это есть, вот, то, что нужно, чем нужно, как бы, ну, что нужно. Ну, ладно, пустое, слушайте, внимательно. 25 ноября, вот, вот, недели две назад, было объявлено ровно 8 миллиардов на земле. Дата очень важная. Теперь смотрите, христиан на земле, которые верят, Христос умер, и потом после смерти воскресит, 2 миллиарда 450 миллионов. Мусульман, которые верят в другую книгу, но верят, что есть Бог. Почти 2 миллиарда неверующих, атеистов всего 8 процентов. Но самое главное, на эти 8 процентов падает 99,9 процентов всех преступлений мира. Вот и всё. Ну, я, я тут с вами могу, ну, не согласиться, потому что такой статистики точно нет, как вы говорите. А что удерживать человека, не делать грех? Вот, вы, я спрошу, знаете, кто такая Надежда Константина Крупская? Нет, нет, нет. Вот как, время какое. А это жена Ленина. Жена Ленина. И она говорила, религия, тире, это узда для масс, узда. Никуда не пойдёшь. Ну, вот тут я с вами согласен. Это не мои слова, не со мной. Я бы это сделал. С этим, с этим, как бы, ну, с этим тезисом я согласен. Посмотрите, какое у меня сокровище. А-а-а. Как леса. Красавица. Да. Честно, вы такой позитивный человек. Я вам сейчас покажу, что у меня есть. Вы тут ни у кого не увидите. Сейчас, подождите. Вот они пришли сюда. Да, миленькие мои, хорошенькие. Давайте. Я вас покажу и назад посажу. Ну-ка, давай. Ну-ка, покажи крылышками. Помоги. Это малыши. У меня две голубятни. Мы деревню строим православную с нуля. В стране уничтожено 71 тысяча сёл. Тысяч. А мы с нуля получили землю. И сразу приступили. Полгектара у каждого. Но у старосты уже в этом году 1200 гектар. Два комбайна. С нуля начали. С Богом. Вот сейчас я вам расскажу. Давай. Вот так. Так. Вы скайп зарядите. Игнатий Лапкин. Два слова. И звонок. Хорошо, хорошо. Ну, я записался. Хорошо. Так. Вопросы есть ещё? Вопросы? Да, конечно. Много вопросов есть. Смотрите. Вот вы... Вот я вижу, у вас очень хорошая память. Почему-то вот у меня... Я, ну, я учился, встал, но почему-то у меня, ну, нет памяти. Что вы можете посоветовать, чтобы улучшить её? Для памяти, ну, уже самое главное, чтобы вы не были развратником. Если вы женщину познали до брака, другого не ждите. Пустая голова. Второе. Компьютерные игры. Это самое опасное. Мне Господь позволил создать в краевом отделе юстиции, зарегистрировать лагерь. И я директор этого лагеря 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Больше этого нигде в стране никто не делает. Я должен построить, где дети должны от непогоды спасаться. Травы знают, собираемые. Раз в шесть в день купаются. Я всё делаю для Бога. И когда вы заряете в Википедии, Игнатий Лапкин, вы там всё это найдёте. В Википедии. Я нашёл, нашёл, нашёл. Так что тут безобмана. Вы можете сказать, как вас зовут. Я вам скажу, с какого языка ваше имя и как переводится на русский язык. Василий меня зовут. Василий, греческое имя, означает царь. Царь. Понятно. Ну, хорошо, спасибо вам за интерес. Всё, заходите. Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Так, Василий, вы не поймёте. Это самый счастливый день в вашей жизни будет, когда вы зайдёте по скайпу, и я вам всё скину. Давайте. Всё хорошо. Жду, жду по скайпу. Да, Игнатий Лапкин.